Госпожа председатель, благодарим Мартина Гриффитса за объективные оценки катастрофической ситуации в секторе газа. Российская Федерация поддержала инициативу Алжира по осозу сегодняшнего заседания Совета по положению в зоне Палестино-Израильского конфликта. Конфликт длится уже почти 4 месяца. Колоссальные цифры потери и разрушений, которые мы все знаем, говорят сами за себя. Более 26 тысяч человек, включая женщин и детей, стали жертвами неизбирательных бомбардировок и силовых действий военных. По меньшей мере 65 тысяч человек получили ранения. 80% всего населения сектора стали внутренне перемещенными лицами. Ввиду отсутствия беспрепятственного гуманитарного доступа на север Анклава и в его южные районы, прежде всего в Хан-Юнис, где израильские военные 8-й день подряд осаждают больницу Аля-Маль, а также масштабное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры по сведениям до 50%. Над газой нависли не менее смертельные угрозы голода и эпидемии инфекционных заболеваний. Руководство ООН на всех уровнях в один голос твердит об императиве срочного и повсеместного прекращения огня в качестве обязательного условия налаживания гуманитарного содействия в необходимом масштабе. Со своей стороны последовательно и неизменно выступаем за немедленное гуманитарное прекращение огня. При этом речь, конечно, в первую очередь идет о секторе газа. Но и силовые рейды вооруженных сил Израиля на западном берегу реки Иордан, а кадры штурма госпиталя в населенном пункте Дженин облетели уже весь мир, наравне с обстрелами на голубой линии с Ливаном и произвольными ударами по территории Сирии, нужно остановить без отлагателя. Ведь без прекращения боевых действий невозможны ни полноценный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, ни освобождение всех заложников, ни реанимация процесса Палестино-израильского урегулирования на международно признанной основе. Мы неоднократно, публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября, в ходе которой погибли мирные израильтяне, заслуживает всяческого осуждения. Но она не может и не должна становиться оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев и действий, рискующих дестабилизировать весь регион Ближнего Востока. Госпожа председатель, на этом трагическом гуманитарном фоне резонансным стало решение ряда западных доноров во главе США приостановить финансирование БАПОР в связи с подозрением причастности его сотрудников к атаке 7 октября. В этом контексте разделяем позицию руководства секретариата о важности проведения тщательного и транспарентного расследования выдвинутых обвинений. Важно при этом, чтобы учитывались не только сведения, поступающие из Израиля, но и информация от палестинцев. Однако эта ситуация не должна становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев и тысяч сотрудников агентства, добросовестно выполнявших и выполняющих свои обязанности на протяжении 75 лет. Подозрения в отношении 12 бапоровцев не могут и не должны использоваться для дискредитации всей структуры агентства и подрыва его ключевой и безальтернативной деятельности по оказанию поддержки почти 6 миллионам палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах. Руководство БАПОР заявило, что в условиях приостановки финансирования со стороны ключевых доноров решение, мотивация которого вызывает у нас целый ряд вопросов, агентство, которое и так испытывает хроническое недофинансирование, не сможет работать в секторе газа и в регионе в целом после февраля сего года. Этого нельзя допустить. В складывающихся условиях особую тревогу вызывает провокационная риторика ряда представителей руководства Израиля, которые призывают не только к продолжению военной операции в секторе газа, но и к ликвидации присутствия в анклаве БАПОР и насильственном перемещении палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах. Следует также немедленно остановить приобретающий массовый характер насилия со стороны израильской армии и еврейских поселенцев Назбри. Госпожа председатель, Прискорбно, что в этих условиях Совет Безопасности ООН пока так и не смог принять ни одного продукта с требованием прекратить насилие из-за позиции одной делегации Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях и предоставляющих Израилю карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев. В свою очередь, беспомощность Совета и его неспособность к исчерпывающим коллективным мерам приводят к тому, что нынешний виток насилия на ОПТ провоцирует расширение географии конфликта на весь регион. Агрессивные действия наших коллег ПСБ, Соединенных Штатов и Великобритании в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. При этом бессовестно эксплуатируются тезисы о борьбе с терроризмом и так называемом праве на самообороне. Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совета Безопасности. В очередной раз подчеркиваем, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН. При этом мы отмечаем активную позицию, подавляющую большинство членов международного сообщества, не желающего молчаливо наблюдать за устроенной израильтянами под прикрытием Соединенных Штатов зачисткой территории Газа. Не остался в стороне Международный суд ООН, который 26 января вынес решение о временных мерах, предписав Израилю, в том числе как оккупирующей державе, по сути, выполнить те обязательства, которые и без того лежат на этой стране в силу международного права. Госпожа председатель, принципиальные подходы Российской Федерации к нынешнему витку Палестины-Израильского противостояния остаются прежними. Наше ключевое требование – это немедленное прекращение огня, как необходимая мера для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся и, безусловно, освобождения всех заложников. Кроме того, для нас очевидно, что спираль насилия в Газе и на Сбри будет повторяться до тех пор, пока не будет устранена лежащая в основе конфликта многолетняя несправедливость, и палестинский народ не реализует предусмотренные резолюциями Совета Безопасности Генеральной Ассамблей право на создание своего независимого государства в границах 1967 года со столицей Восточным Иерусалимом. Только такой сбалансированный, основанный на международном праве подход способен привести к устойчивому миру. Россия будет и впредь делать все возможное, чтобы способствовать стабилизации на Ближнем Востоке, продвигать процесс ближневосточного регулирования вместе со странами региона и в координации с другими добросовестными посредниками. Как и прежде, открыты к обсуждению соответствующих инициатив в рамках коллективной работы на площадке ООН. Благодарим вас.